Сухой Остаток. Аналитическая программа на Финам-ФМ. Здравствуйте, сейчас и 25 минут в российской столице. Это Финам-ФМ, программа Сухой Остаток. Геннадий Игоревич, давайте так, я буду задавать и свои вопросы, и вопросы слушатели. 737370, телефон, финам.фм, сайт. Ольга спрашивает, кадровый голод в промышленности, вы ощущаете его на себе? На ваш взгляд, каковы пути решения данной проблемы, что делает в этом направлении микрон? Ну, пока мы еще не счущаем такого кадрового голода. Почему? Потому что рядом с нами, как я уже говорил, система подготовки кадров, мощная работа. Это, в первую очередь, Московский институт электронной техники, который готовит специалистов. У нас сложилась традиционная система, когда люди, фактически, там, четвертого курса проходят у нас практику. Молодежь идет в эту отрасль? Да, идет, и я считаю, что она очень интересная на самом деле, потому что, ну, я такое могу сказать, привести пример, скажем, у нас за два года в рамках программы практически 200 человек прошли стажировку за рубежом, и это там в ведущих компаниях мира, и там, вот, несколько недель до нескольких месяцев. И сейчас постоянный контакт с ведущими компаниями мира идет, скажем, мы реализовываем проект, сейчас 180, переходим на 90, 40 компаний мира принимают участие в этом проекте, и работа очень интересная. Интересно, вот, постоянно критикуют молодежь, что она такая нерадивая, там, хочет быть чиновниками, милиционерами. Оказывается, есть еще молодежь, которая и мозгами думает очень хорошо. Да, хотя это, с этой точки зрения, проблемы есть, я в свое время думал, что после финансового кризиса 98-го года все к реальному сектору экономики будут более внимательно смотреть, но, к сожалению, изменилось, вот, по моим данным, отношение молодежи, но очень многие действительно хотят все равно работать где-нибудь в муниципальных, в властях, в другом, но... Вот с этим надо бороться, на самом деле. Да, да, реальный сектор экономики должен все-таки брать свое. Ильич, вы сказали о том, что, ну, вот, уже в период вашей работы вы видели людей, я так понимаю, молодых, ну, или, может быть, среднего возраста, которые уезжали, и вы сказали, что вернулись. То есть, что, по вашему мнению, заставляло их уезжать из страны, где они получили качественное образование, да, где ваше предприятие, ну, в частности, ваше предприятие работало, да, даже в самые сложные периоды. И, пожалуй, самый интересный для меня вопрос, как для журналиста, а что же их заставило вернуться? — Люди уезжают, они, понятно, почему, потому что те, в первую очередь, 90-е годы, если мы будем смотреть, шло... — То есть, вал был именно в 90-е? — Да, конечно, шло массовое сокращение людей, и, конечно, в то время стояла проблема не как там молодежь набрать, а в первую очередь стояло, как грамотно, как бы защитить социально тех людей, которые уже и в возрасте, и ветераны, которые много отдали предприятия. И шло постоянное сокращение, молодежи было очень сложно. С другой стороны, они видели, что предприятие еще не осуществляет серьезной модернизации, а пытается использовать максимально тот задел, который остался еще с тех времен. — Но причина именно в том, что отрасль на 99% была сориентирована на военно-промышленный комплекс? — В том числе, да, это основная проблема. То есть, отрасль была не готова к тому, чтобы сразу же перейти на коммерческие рынки. Дело в том, что тогда, я думаю, и сейчас неправильно понимает момент, как тогда называли, конверсии. — Все-таки есть технологии, и они сориентированы именно, скажем, на военную отрасль. Она не может, эта технология, быть гражданской продукцией, она дорогая. Там очень многих вещей, которая нужна, скажем, для специального применения, она не нужна для гражданского применения, она существенно удорожает себестоимость. — И, безусловно, молодежь видит, что, как бы, с одной стороны, нет перспектив понятных, с другой стороны, как бы, недостаточно современный уровень, и с третьей стороны, конечно, маленькая заработная плата, которая была. Три фактора они, как бы, толкали на то, чтобы идти за рубеж, где были другие условия. — А сейчас ситуация изменилась? — Сейчас ситуация, ну, по крайней мере, в нашем секторе, она изменилась. К нам очень многие вернулись назад. Мало того, у меня постоянно, как бы, большой такой перечень людей, которые желают, которые ранее уехали, вернутся к нам опять назад. То есть банк данных, он просто, не просто, десятки, под сотни. — Предоставить нормальное материальное обеспечение. — Да, мы предоставляем первое, фактически, современное должно быть, для того, чтобы люди вернулись, это не только заработная плата должна быть, да, хотя это определяюще. — У него должно быть современное рабочее место, у него должно быть современные, как бы, технологии, которым он видит, что они на уровне мировых стандартов, и должна быть перспектива. Вот если это все видит молодой специалист, который хотел себе посвятить такой отрасли, то он, конечно, начинает задумываться существенно. — Ну и тот факт, что я уже говорил, что у нас такой банк данных достаточно большой, есть желающих вернуться, это говорит о том, что люди существенно пересматривают свои позиции. — Правильно ли я вас понял, что в обществе нет понимания, вообще значения развития данного сектора экономики? То есть есть, может быть, какие-то декларации. Вот вы мне сказали, что вы общались со многими руководителями нашей страны, причем в разные периоды времени. Вот мой открытый и прямой вопрос. Подобная отрасль без государства, без государственных вливаний, может существовать? — Такие отрасли не могут существовать. — Категорически нет. — Категорически, да, нет. И есть пример, фактически, если мы возьмем любую отрасль, в смысле, любую страну, где развивается... — Давайте за пример Соединенных Штатов возьмем. — Возьмем Соединенные Штаты. Все компании, которые там, возьмем как бы IBM или Intel, которые развивались, конечно, государство поддерживает их. — А как это происходит? То есть это госзаказ, это прямые вливания, это участие, я не знаю, в акционерах капитали? — Это происходит по-разному. Это используется весь комплекс мер. Это, естественно, госзаказ. Это, естественно, вливание. Это, ну, в первую очередь, на научно-исследовательские работы. Это, естественно, дополнительные льготы, которые происходят в разных странах. Они разные, но все стимулируются. — То есть создаются условия. — Создаются условия. И это ключевые, как бы, вещи. На сегодняшний день в связи с развитием микроэлектроники, она все становится дороже и дороже вложений. И уже, как бы, эта отрасль, она находится в центре любого, как бы, правительства, где есть микроэлектроника, и целенаправленно поддерживает ее. Я вот приведу пример, скажем, буквально из сегодняшней жизни, скажем, возьмем компанию STMicroelectronics. Это франко-интальянская компания, пятая в мире по микроэлектронике, по объемам продаж. И как только произошел кризис, правительство приняло решение, они открыли дополнительные нейры, заказы почти на 200 миллионов евро. — То есть это осознанный был шаг для спасения данной отрасли? — Да, поддержки данной отрасли, конечно. — В России есть понимание? — На сегодняшний день оно формируется, да. И я могу сказать, что у правительства на сегодняшний день есть четкое понимание того, что микроэлектроника — это одна из ключевых отраслей, которые необходимо всячески поддерживать и стимулировать развитие. — А вот реальные шаги? — Реальные шаги, они, к сожалению, не только с микроэлектроникой связаны, они связаны на сегодняшний день вообще с развитием реального сектора экономики, в первую очередь высокотехнологичного. Здесь еще есть понимание того, что это надо развивать, но понимание того, как это надо делать и что для этого надо делать, здесь, конечно, на мой взгляд, безусловно, нет. — Для этого надо пригласить вас, профессионалов, с вами провести необходимые консультации и принять концептуальные решения. — Ну, безусловно, и в том числе, наверное, это должно быть. Просто та последовательность действий, потому что это, в первую очередь, комплексный должен быть подход, и он не связан там какого-то одним законодательным актом, как бы сделанный. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!